HRP это цифровая валюта, работающая на платформе с цифровых платежей RippleNet, которая в свою очередь построена поверх базы данных распределенного реестры HRP Ledger. Этот частный проект и управляется компанией Ripple и основан не на блокчейне. Платежная платформа RippleNet это система валовых расчетов в реальном времени, цель которой гарантировать мгновенные денежные транзакции по всему миру. На сегодняшний день по данным CoinMarket, его цена составляет чуть больше 18 рублей. Суточный объем торгов превышает 56 миллиардов рублей. Ripple чувствует себя отлично и это было хорошим знаком для тех, кто вкладывал в монету деньги. Дополнительным преимуществом можно назвать участие в финансировании крупных компаний, например как Google Ventures. Это значит, что большие кошельки разглядели в разработке потенциал. Казалось бы, это классический пример успешного проекта. Им все интересуются и он перспективен. Однако имеются некоторые детали, о которых стоило бы упомянуть, прежде чем присваивать HRP звание наследника биткоина. Слыша о биткоин, люди думают о глобальной валюте, которую можно использовать где угодно. Ее можно отправлять в любую точку планеты. Однако HRP не является таким инструментом. Он заточен под использование в инфраструктуре банков и о возможных изменениях пока речи не идет. Это вовсе не плохо и скорее наоборот. Проект сконцентрирован на финансовом секторе, где его ждут большие перспективы. Проблема состоит в другом. HRP покупает и те, кто решил, что это новый биткоин. И именно он станет мировой валютой. Конечно, капитализация в этом случае вырастет, но коррекция быстро расставит все по местам. Ripple ориентирован на переводе между банками. Исходя из этого, его настоящим соперником является SWIFT. Эта система работает уже 45 лет, обеспечивая платежи между банками разных стран. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть кущие преимущества. А также еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг-комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Как и его достоинства, биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптом мире и имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговлю, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запечатать данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговлю, надо пополнить баланс через крипто-кошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которые мы изучили. На всякий случай, подтверждите личность, так как это упростит работу с биржей. Но KYC не обязательно. Основной особенностью криптовалют была их децентрализованность, то есть отсутствие единого контролирующего центра. В HRP этого нет. Большая часть монет принадлежит Ripple нет. Такие обстоятельства, разумеется, обеспокоили инвесторов. В ответ на переживания, разработчики сообщили, что монета хранится на специальных экскро-счетах и что системе ничего не грозит. Тем не менее, опасность централизации кроется не только в недоверии Ripple. Под сомнением оказалась устойчивость всей системы. Валюту, обладающую командным центром, могут легко задушить путем государственного регулирования. Биткоин смог преодолеть эти сложности благодаря четкой децентрализации. Что будет с Ripple в критической ситуации, неизвестно. Представим картину, что HRP добился признания. Банки перешли на работу с HRP, а количество партнеров увеличилось в сотню раз. При этом Swift просто не справился с конкуренцией и закрылся. Ежедневно на Ripple проводятся операции на сумму более 5 миллиардов долларов. Такой расклад может привести к взлету цены HRP или нет. Стоимость актива растет на основе ожидания инвесторов, что цена вырастет еще больше. Но банкам нужен инструмент для перемешания средств между разными странами, а не инструмент для спекуляции. Они даже не захотят держать у себя токен, чтобы не рисковать падением его цены, а ведь объемы у них-то будут большие. Из всего этого следует, что даже при полном захвате рынка и вытеснении Swift, HRP не будет иметь большой капитализации, поскольку его цена не будет искусственно подниматься на спекуляциях. Другими словами, это никакой не второй биткоин и еще проект не децентрализован. Из этого мы можем делать выводы, что этот коин не подходит для инвестиций и трейдинга, потому что он создан для других целей. Вряд ли этот проект сумеет захватить денежный рынок, вытеснив Swift, а будет ближайшим конкурентом с более локальным рынком.